Освобождение военных моряков, усиление украинских ВМС и вопросы безопасности в Черном и Азовском морях стали главными темами переговоров украинского МИДа с коллегами из ЕС и США. Вопрос усиления Отечественного флота не лишен перспектив и сейчас рассматривается сразу несколько вариантов помощи, подчеркнули в МИДе. Глава внешнеполитического ведомства страны сегодня прибыл в Одессу. А вот помогут ли американские моряки совершить уже третий проход Керченского пролива, о котором ранее заявлял президент, дипломат ответил весьма уклончиво. Это может быть наблюдение, причем постоянное наблюдение из моря, из полу, из космоса. И мы также обговорим, каким образом мы можем пройти Керченский пролив. Это вопрос нашего доверного диалога с нашими друзьями. Кто должен быть и как должен быть, когда. Это все я, конечно, перед камерами, как вы прекрасно понимаете, говорить не могу и не буду. Пленных военных моряков России используют как политических заложников, убежден министр. Он рассказал, что этот вопрос в приоритете. И вместе с союзниками Украина намерена добиться их возвращения на родину. О результатах встречи и конкретных решениях станет известно в ближайшее время, заявил Павел Климкин. Закрывает ту и полы сгадал.